Инза – один из промышленных центров Ульяновской области. Населенный пункт также носит статус моногорода, где проживают больше 17 тысяч жителей. Чего не хватает местным жителям для комфортной жизни, обсуждали на стратегической сессии «Движение вверх». Подобные сессии – новая форма общения, где выявляются самые острые проблемные темы. Проблемный вопрос, наверное, в каждом униципалитете есть. И, в принципе, они решаемы, но решаемы только в совокупности. Потому что, если каждому будем говорить о своих желаниях, не хотя ничего делать, то, наверное, ничего не получится. Как человек из сферы образования, говорю о том, что нам постоянно требуются молодые педагоги, например. Они есть. Но, наверное, где-то немножечко есть надломы именно в уровнях заработных плат. Ксения переехала в Инзу 13 лет назад. Девушка любит свой район и признает – необходимо решать проблемы сообща. Главная задача – возвращать выпускников и молодых специалистов на малую родину. А для этого нужно обеспечить молодежь рабочими местами. Продавцом сейчас никто не хочет устраиваться. А у нас очень много строят всяких магазинов, которых на каждом шагу полно. И молодежи неохота оставаться здесь. Они уезжают в более такие города, что они знают, что они туда приедут, они устроятся на работу и будут работать. То есть, если здесь будут рабочие места, то и молодежь здесь будет оставаться, у нее будет и мотивация здесь оставаться, продолжать жить. В обсуждении участвовали и сами ребята – студенты и выпускники из местного техникума. Ребята отмечают – нужна и развитая инфраструктура, развлекательные и спортивные площадки. Я считаю, здесь можно открыть много самых разных спортивных площадок, также много центров, комплексов, разных парков, мест, где бы люди могли проводить время друг с другом, общаться и отдыхать. А чтобы молодежи было где работать, участники предложили построить мясокомбинат. Более 40 инициатив озвучили жители райцентра по таким направлениям, как поддержка малого и среднего предпринимательства, экология и окружающая среда. Во всем участникам помогали модераторы и эксперты. Чтобы успешно реализовать те или иные проекты, необходимо их конкретизировать, поставить конкретные цели, задачи и наметить инструменты для их реализации. Идеи у инденцев оказалось немало. Как отметили эксперты, большинство участников не только озвучивали свои желания, но и предлагали практические решения. По итогу инденцы сформировали свою народную программу развития территории на ближайшие 10 лет. Анна Тищенко, Улправда ТВ из Инденского района.